В эфире актуальное интервью в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте, наш гость, депутат Саровской городской думы Пётр Смирнов. И сегодня мы поговорим о новом генплане города Сарова. Здравствуйте, Лидия. Здравствуйте, Пётр. 19 апреля в 17.30 в актовом зале администрации Сарова пройдут публичные слушания по проекту нового генерального плана города. Генплан содержит данные о границах и функциональных зонах развития Сарова, а также о новых объектах, планируемых к строительству в городе – школах, детских садах, объектах спорта, культуры, дорог, новых мостов и других. С материалами публичных слушаний можно ознакомиться на официальном сайте городской администрации или на информационном стенде на первом этаже здания администрации. Пётр, скажи, пожалуйста, почему вообще возникла необходимость в новом генплане города и как часто он разрабатывается, меняется, переписывается? Ну, давайте начнем сначала. Генплан – это главный документ, градостроительный документ любого муниципального образования, тем более такого города, как наш. И генеральный план разрабатывается на очень долгий срок. Это стратегический документ. Вот сегодня мы говорим о том, что этот генплан, проект генплана разработан до, по-моему, 2035 года. То есть он определяет развитие города на десятилетия. А прошлый был когда разработан? Прошлый был разработан, если говорить с изменениями, которые в течение времени в него носились, был разработан в 70-х годах. Ого! То есть получается больше 50 лет. Да, но тем не менее город по нему жил и живет. Многие объекты, дороги, микрорайоны, социальная инфраструктура, инженерная инфраструктура создается как раз в рамках вот этого документа территориального планирования, правильно, как он называется, генерального плана. И в нем все учитывается, будущее, да, развитие города. Соответственно, в прошлом году было принято решение президентом Российской Федерации, границы города были изменены. То есть старый генплан стал неактуален, просто потому что город разросся. Да, то есть тот генплан, который был утвержден ранее, он уже не включал в себя эти территории. Соответственно, их нужно было добавить. И это было основным заданием на разработку этого генплана, есть техническое задание на его разработку, которое готовила администрация города. Там, да, там учтены новые территории. Это северная территория, которых мы с вами знаем, да, давно уже. Они, тем не менее, как-то, но они присутствовали в старом генплане, но не были столь детализированы и зонированы. Пунктиром были нанесены. Да, можно сказать так. И в том числе территории Дивеевского округа, которые вошли вместе в состав города, вместе с технопарком. Там большой достаточно участок земли, на котором будет, собственно говоря, этот технопарк и МГУ Ломоносова развиваться. Вот, собственно говоря, основная цель, да, разработки нового генерального плана, проекта этого генерального плана. Почему нельзя было откорректировать старый и дорисовать просто к нему новые территории? Или так не делается? Ну, наверное, во-первых, да, наверное, так не делается. И, во-вторых, все-таки новые территории, они должны быть как-то учтены, да, соответственно... Вписаны в инфраструктуру. Вписаны, да, в то, что уже существует. Нужно провести анализ тех или иных объектов, которые... Ну, условно говоря, план, это все-таки план, да. Да, и в какой-то момент нужно остановиться, посчитать, да, что было сделано, что, может быть, не успели сделать и так далее, да, и наметить новую перспективу на десятилетия вперед. Вот, собственно говоря, наверное, так. Ну, вот интересный момент. Мы в своем время заложили в бюджете города Сарова на разработку генплана практически 4,5 миллиона рублей. Но вот проектная организация, которая его выиграла, а это государственное бюджетное учреждение Нижегородской области, Нижегородский институт агломераций. Это такая новая проектная организация, созданная под эгидой правительства Нижегородской области. Они его выиграли за 22 тысячи рублей. Это такие жаркие были торги, или почему так сильно упала цена? Я не могу сказать, как так вдруг на торгах цена упала с 4,5 миллионов рублей до 22 тысяч. Ну, мне кажется, бумаги будут больше потратить на печати этого генплана, чем он стоил на торгах. Ну, вот такой интересный момент, нюансы, да, эти деньги были сэкономлены в итоге в нашем бюджете. Ну, можно порадоваться за наш бюджет, конечно. Но не отразится ли это на качестве плана? Может, его накидает как-то без учета? Вот сейчас мы с вами, наверное, это и обсудим на то качество полученных услуг, которые мы получили. Этот проект генплана уже где-то есть, с ним можно ознакомиться? Смотрите, значит, как разработка ведется. Проектная организация собирает всю необходимую информацию для разработки генплана. Соответственно, предыдущие версии этого генерального плана, информация из администрации о имеющихся у них проектных документах. Такие проекты планировки территорий, да, различные инфраструктурные проекты, то есть то, что связано именно со строительством, разработкой каких-то проектов, ну, например, сетей коммуникации, отопления газа, света, дорог и так далее. То есть какие у них есть проекты уже имеющиеся. Также они выезжают на территорию города, приезжают сюда в командировку, оценивают там те или иные места именно, смотрят на планировку действующую. И в конечном итоге разрабатывается проект, который проходит предварительное согласование со всеми службами города, и не только, но и также в правительстве Нижегородской области некоторые министерства участвуют в этом. И он выстудит на публичное слушание. То есть любой генеральный план обязательно проходит публичное слушание, даже изменения у него. Вот, собственно говоря, сейчас идет процесс публичных слушаний. Он был объявлен в начале марта, публичное слушание. Проект был вывешен на стенде в администрации, ну, это так и традиционная вещь, она для аналоговых людей. И размещена в сети интернет, на сайте администрации, в разделе публичное слушание. Там вся информация по генплану содержится, полный архив всех карт, всех текстовых материалов, то, что в него включено. Соответственно, люди могли с ним ознакомиться. Ну, вот и я с ним ознакомился и проанализировал. Вот, да, я еще хотел сказать, ты с ним ознакомился, на что вообще есть смысл обратить внимание, кроме очевидных вещей, это присоединение новых территорий. Что там интересного? Вот, понимаешь, получается, цель вроде бы включить новые территории, да, в город, разметить их, разместить на них какие-то там объекты, по потребности, условно говоря, да. А в итоге перекраивают достаточно много что, да, много объектов, которые, ну, скажем, добавляют уже на существующую застройку. И поэтому, на самом деле, он, мне кажется, будет интересен всем нашим зрителям, всем тем, кто интересуется. Ну, например, понятно, что 50 лет существовал старый план, за 50 лет, да даже за последние 5 лет город сильно изменился. Появились новые жилые районы, появились новые дороги, мост. Все это должно быть учтено в плане. Давай тогда про конкретику. Ну, первое, да, что интересно. До 2035 года планируется увеличение численности населения. До 125 тысяч человек. То есть, грубо говоря, на 20-25 тысяч. Ну, 25 или даже, можно сказать, до практически 30 тысяч. За счет чего? Ну, за счет миграции, за счет рождаемости, за счет всех этих приростов. И вот за счет вот этих вот заграничных территорий, получается. Ну, там, да, в том числе. Но там не так много людей живет. На северных территориях вообще никто не живет. Там нет ничего, да, там лес. В технопарке вроде бы как нет там большого строительства жилья, но, может быть, будет, да. Второй интересный нюанс, по сути, декларируется о том, что в городе закончилась территория под строительство жилья. А выделенные под строительство жилья территории? Вот, получается, смотрите, какой факт. Совершенно несколько лет назад у нас шли публичные слушания по 1А1Б, да, до которых мы еще не дойдем. Там есть нюансы, да, но, тем не менее, 1А1Б уже существовали в нашем старом генплане. И там уже большая территория под застройкой. Но вот почему-то, я не знаю почему, но, видимо, кто-то так сказал или в администрации, или сами проектанты так посчитали, что в городе закончилась земля для строительства жилых домов. Ну, и 1А, и 1Б – это еще территории, не готовые для того, чтобы на ней строить. Ну, и, с другой стороны, и северные территории не особо готовы. И северные территории – это тоже лес. Да, и понятно, что ни в 1А1Б не подведены коммуникации. До северных территорий, конечно, тоже не доведены коммуникации, и они будут стоить очень больших денег, чтобы их создать. Ну, и вот, в общем, такие нюансы, детали, например, да. Очень сильно поменяется дорожная сеть в районе улицы Менделеева, улицы Негина, с мостом через Сатис с выходом на улицу Димитрова. То есть, если вы представляете, как это будет выглядеть, наверное, вы знаете, кстати говоря, между частным сектором на улице Садовой и новыми танхаусами, которые несколько лет назад были построены, есть достаточно широкий прогал. Вот этот широкий прогал – это будущая четырехполосная дорога. Это же прекрасно. Да, я не спорю, да, которая, собственно говоря, соединит вот 22-21 микрорайон, это вот Садовая, Негина, Зернова, с улицы Димитрова. Соответственно, туда примкнет и улица Менделеева, и все Чкалова, и остальные улицы, которые там, вот, их достаточно большое количество там дорожной сети, внутренних проездов, они все как бы отрисованы и помечены. Есть ошибки. Да, причем ошибки достаточно такие странные, как, знаете, как называют, как артефакты, когда вот копаешь какой-то слой земли, да, и находишь какое-то ископаемое. Но ошибка – это то, что тебе кажется нелогичным, или ошибка, которая входит в разрез с другими пунктами плана? Почему ты говоришь ошибка? Вот как раз и то, и другое. То есть, с одной стороны, кажется нелогичным, с другой стороны, не коррелирует с тем, что в других разделах находится. Ну, например, карта транспортной инфраструктуры. На нем, на этой карте, отмечаются все дороги, вновь и действующие дороги муниципального значения, то есть, те, которые, вот, городские дороги, да, это не внутриквартальные проезды, не дворовые территории, а вот именно, вот, дороги. Например, сделана дорога сквозная с улицы Советской до проспекта Музруково, так сказать, срезая угол вот этого перекрестка у театра через Саровскую ривьеру. То есть, между Саровской ривьерой и домом 17 по улице Музруково. А как смотрят на эту идею жители Саровской ривьеры? Вот. У меня вопрос сразу. Соответственно, смотрят они на это, не только жители Саровской ривьеры смотрят на это, на это смотрят и жители улицы Казамазово 7 и 9, вдоль домов, в которых тоже пройдет эта дорога по спуску вниз, да, ну, а, по другой стороне, если вы там были, вы можете представить, какой там спуск, там, ну, достаточно крутой съезд с этой горы. Вот. Она отмечена как муниципальная дорога местного значения. По сути, будет организован некий сквозной проезд. Вот. Жители Саровской ривьеры собрали 120 подписей против этого изменения. Они уже находятся в администрации. Вот. Поэтому, ну, это выражение мнений, да, жителей, как раз, это вот публичное слушание, о которых мы говорим. Почему это, с одной стороны, вызывает странности, да? Вот на карте транспортной инфраструктуры оно есть. На карте территориального зонирования оно тоже есть. А, например, на карте улично-дорожной сети, это еще одна карта, входящая в генплан, ее нет. Но, может быть, ее еще не привели в соответствие с новым генпланом. Все другие объекты транспортной инфраструктуры там есть. А вот именно этого отрезка нет. В текстовой части генплан пояснительная записка, да, в любой проект там есть пояснительная записка текстовая. Также перечислены все объекты реконструируемые, строящиеся в части дорожного, да, движения. А этого проезда нет. То есть такие нестыковки, да, в генеральном плане вызывают вопросы, да. То есть это либо было, но решили убрать, и что-то где-то осталось, да, как некие остатки, что сначала добавили, потом стерли. Не дотерли. Потом не дотерли, да. Либо попытались, но потом передумали. Вот. Но ведь это еще не финальная версия генплана. Да, именно так. Генплан находится на публичных слушаниях, и всегда после публичных слушаний, после выражения мнения жителями своего мнения в отношении тех или иных изменений, генеральный план отправляется на доработку. То есть, ну, понятно, если не было никаких, там, противоречий или пожеланий, да, стороны общественности, то и править нечего. Как высказать свои пожелания? Вот кто-то сейчас слушает и говорит, ого, я там не знаю, как подписи собирать, но у меня есть какие-то позиции на этот счет. Как вот мне их отзвучить? Ну, во-первых, да, вся информация об этом, конечно же, размещена. И в газете «Городской курьер» размещалась, но уже какое-то время назад, думаю, может так получилось, что выпуск не найдете. Второе, да, на сайте администрации есть извещение о проведении публичных слушаний, там все контактные данные даны. Я считаю, что можно в свободной письменной форме, ознакомившись с генпланом, написать письмо в администрацию на имя главы, он же сейчас председатель комиссии по подготовке вот этих слушаний, по проведению их. Соответственно, и это письмо будет учтено в рамках публичных слушаний. До 19 апреля это надо сделать. 19 апреля состоится, соответственно, собрание граждан в рамках слушаний. В 5 часов 30 минут оно начнется в актовом зале администрации. Соответственно, можно туда прийти, но обязательно надо прийти с паспортом, потому что ведется регистрация участников. Это обязательное требование закона, что все участники публичных слушаний, даже если они не высказывали свое мнение в процессе, но они присутствовали, их все равно регистрируют. Ну и, соответственно, те, кто выступал, то есть если есть желание выступить не письменно, а устно, то надо встать, представиться, адрес места жительства назвать и сообщить о том, что вы хотите сообщить в рамках этих слушаний, то есть в отношении генерального плана, проекта. Что еще есть в этом генплане? Вот, ты говорил, еще затронем тему 1А, 1Б. Вообще тема нашумевшая, уже были публичные слушания по этим территориям, и соровчанам идея с освоением этих территорий. Вот тогда, несколько лет назад, не очень по душе пришлась, насколько я помню. Давайте тогда вернемся к началу. Да, хорошо, что мы сейчас возвращаемся к этой теме. 1А, 1Б – это два огромных микрорайона. Ну, вот как раз на вот эти 20 тысяч, наверное, человек. Очень похоже, да, на правду, но смотрите, это практически новая часть города. То есть вот если сравнить по площади, да, это действительно очень большой массив застройки будущей и действительно очень большие земельные участки, но они в генплане были отмечены двумя квадратами. Ну, просто два квадрата, раз и два. И не были никак разрисованы условно, где жилье строить, где школу, где садик, где дороги проводить и так далее. Был разработан проект планировки территории для этого микрорайона, для этих двух микрорайонов. И проект планировки был внесен в правила землепользования и застройки. Соответственно, те слушания, которые были, и на которых выступало очень много общественников, там, экологов, историков, которые про дальнюю, ближнюю пустынку, да, говорили. Сочувствующие, которые про карсты рассказывали. Да, 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 про карсты, про карсты, кстати, тоже еще вот сейчас дойдем до них. Проект планировки как раз и говорит о том, где, какие, как эти земельные участки разбить, да, чтобы удовлетворить требования, потребности людей в социальной, инженерной, прочей инфраструктуре, в транспортной, то есть как дороги построить и так далее. И он был внесен. Сейчас в генплан 1А1Б вносится уже вот как этот проект планировки, да, то есть не двумя большими квадратами, а уже как он запроектирован на будущее. Соответственно, там появляются все те объекты, которые запланированы. Вот, это очень большая на самом деле работа, потому что проект большой, имеется в виду 1А1Б, да, объем строительства там будет на, скорее всего, на десятилетие вперед, да, что они не вот завтра начнут там и послезавтра закончат. Ну, условно говоря, за пять лет не освоят такой земельный участок. Поэтому это действительно некое будущее. Причем, что северные территории, они так и останутся за пределами города. То есть за пределами колючки, как у нас говорят. Вот, но насчет карстовости, да, вот специально сделал себе выписку на эту тему. Что там говорится, что на этих участках установлен наличие карстопроявлений на территории обследования. Ну, об этом говорили на публичных слушаниях. Люди, которые, ну, вроде просто выступающие, да, не опираясь на какой-то там документ или на какие-то исследования и так далее, на какую-то историческую перспективу о том, что вот раньше-то, когда планировали застройку Силкина, мы еще помним, что там карсты, поэтому вот там построили гаражи и бросили дальше строить. Не стали дальше углубляться в лес, потому что типа карсты. Ну, вот на самом деле это все нашло подтверждение в генплане. Что здесь говорит? Средний диаметр воронок на территории составил 4,1 метра. Что такое воронка, ты себе представишь, да, что такое карст? Это провал грунта и вот круглое, как получается, отверстие в земле. Ну, не отверстие, конус. Значит, и дальше идет такие нормативные понятия. Значит, при изменении расчетных диаметров карстовых провал значение категории от Г до Б. Это интересная тема сейчас. Что значит от Г до Б? А интенсивность провала образования прогнозируется по категориям с пятой по четвертую и с локальными участками от одной до трех. По-русски, пожалуйста. А теперь по-русски, да. Значит, почему так сложно? Потому что проектанты пишут в соответствии с требованиями технических регламентов. Чтобы никто ничего не понял. Конечно. Мы для этого здесь и находимся, чтобы все понять и разуметь на эту тему. Так вот, карстовые провалы от Г до Б, да, это от 10 до 20 метров категории. Возможность их возникновения. А интенсивность, то есть скорость, с которой они проистекают, это вот с четвертой, пятой категории. Это от 0,05, ну то есть от 0,05, да, одно явление в год, то есть, соответственно, там, одно явление в 20 лет, допустим, да. До, в локальных участках, до одного провала в год. То есть, мы понимаем, что на этой территории есть места, да, и их нужно действительно прям четко локализировать, где есть возможность возникновения воронок, которые каждый год могут возникать, да, с размерами, там, ну, до 20 метров. Но эти же воронки, их реально вычислить? Ну, проводят исследования, да, как это проводят? Это сверлят землю вглубь и проверяют наличие полостей, да, под землей. Скорее всего, дома на этих участках строить не будут, там будут какие-то пустыри прекрасные. Естественно, на них можно делать, да, благоустройство, там, какие-то транспортную инфраструктуру, но здания на них, если и возводить, то, первое, нужны серьезные и тщательные изыскания грунта, конкретно на месте размещения здания. Соответственно, если там карст, то нужно его ликвидировать, это повлечет дополнительные расходы, да, как исследования, так и противокарстовые мероприятия. То есть, соответственно, стоимость от этого растет того, что ты строишь. Решение, что территории быть, оно уже не обсуждается, потому что противников очень много было на тех публичных слушаниях, в том числе и близости к Серафимовскому лесу, кроме карстов еще обсуждалось. Да, кстати, действительно, генплант содержит в том числе объекты культурного наследия, которые находятся под государственной охраной. И действительно, застройка 1А1Б вплотную прилегает к территории, как так называемой, дальней пустынки. Ну вот, она там вместе взята, как ближняя дальняя пустынка, отмечена на отдельной карте объектов культурного наследия. И да, я тут сомневаюсь, потому что на публичных слушаниях по проекту планировки было очень большое собрание людей и много мнений, в том числе против. Их мнение как-то не очень сильно было учтено, а сейчас какая-то тишина. То есть для меня это какое-то непонимание, почему люди, те, кто отстаивал тогда это решение или против этого решения, почему-то сейчас они... Ведь это все продолжается, и на это можно повлиять. У них еще будет возможность высказаться 19 апреля? Ну вот я хотел бы как раз обратить на это внимание людей о том, что 19 апреля в 17.30 в актовом зале администрации можно повторно высказать свое мнение в отношении этой застройки. На какие еще нюансы генплана есть смысл обратить внимание? Действительно интересный есть еще нюанс, но он такой, может быть, не то чтобы всех касающийся, да, но вот с 1А1Б как раз будет такая объездная дуга на северной территории. То есть будет проходить за 21-й площадкой, то есть через лес, дорога такая длинная, свяжет она также улицу, не улицу Силкина, а вот знаете, объездная вокруг старой водокачки, будем так говорить, с нее также будет выход на эту объездную, она пойдет на север, с профилактория также дорога на профилакторию пересечет эту новую магистраль. То есть это будет такая грандиозная объездная дорога, причем будет выходить за пределы колючки, то есть, видимо, нас ждет строительство еще одного КПП на севере. Ну и то, что действительно подвинули северные территории, они были в старом генплане внесены так, из расчета того, что колючку передвинут. А так как получилось, как получилось, что КПП номер 4 построили, не передвигая колючую проволоку за северной территорией, соответственно, и дорога выйдет за эту колючку, и в северной территории туда зайдет такая вот интересная особенность. Еще один выезд из города. Также много новых сетей, инфраструктуры, воды, электричество, газ, соответственно, все это там запроектировано. Также там все запроектировано касательно реконструкции, касательно детских садов, касательно нормативов по доступности тех или иных объектов, спортивных, например, площадок. А, два фока, кстати говоря. Это уже? Это же звучит как байка. Да, вот действительно, да. Казалось бы, еще ни одного не построили, но в 22 микрорайоне ФОК, который, собственно говоря, все планируется, и второй ФОК в районе 1-1-Б. То есть нас ждет к 35-му году, я очень надеюсь, конечно. Все-таки ФОК нам действительно нужен, пусть не два, но может хотя бы один. У меня здесь в студии был Сергей Вячеславович Клюбакин, тренер хоккейной школы Саров. Но он прямо сказал, что льда не хватает вообще сильно ни группам здоровья, ни школе, ни командам, которые играют на чемпионате области и защищают честь города. Поэтому, конечно, да, ну, как минимум, хотя бы ледовая аренда нужна, да, ну, там, может быть, бассейн. В любом случае у наших зрителей еще есть время ознакомиться с новым генпланом, найти его на сайте администрации. Мы вот здесь выведем адрес, где можно найти этот генплан. Если сложно с интернетом, можно прийти в администрацию и на стенде ознакомиться с этим генпланом. Ну и самое главное, наверное, 19 апреля. Да, я хотел бы просто призвать, не оставайтесь безучастными, найдите эту информацию. Еще есть время недели впереди, да, ознакомиться, почитать, посмотреть, разобраться, да, может быть, там, ни одному так с компанией собраться, кто, так сказать, ваши единомышленники, и прийти и пообсуждать. Ну, как мимо пообсуждать, все-таки это генеральный план и история надолго, да, мы с этим генпланом будем жить еще долго. Спасибо большое, что помог нам хотя бы немножечко разобраться в этом непростом языке, которым описан генплан. Надеюсь, многим это было полезно. С нами был Петр Смирнов, с вами увидимся ровно через неделю. Пока-пока. До свидания.